Центр по фехтованию на родниках, простор на автостоянке, пандусы, желтые метки на дверях и рельефная дорожка внутри здания для слабовидящих. Далее лифт с просторной кабиной. Правда, и в такой комфортной среде активисты партийного проекта «Народный контроль» нашли изъян. На входной снаружи двери нет сигнальной кнопки, чтобы сообщить, приехал инвалид. Кнопка, конечно же, будет. В ближайшие месяцы мы ее повесим. Естественно, такие вещи, как пандусы, ширина проемов, они были продуманы сразу. Но такие вещи, которые можно было доделать позже, мы сделали их позже. Активисты проекта сочли объект образцово-показательным. Именно так и надо строить. Но, увы, проблем хватает, особенно в старых зданиях. И технологически, и финансово трудно перестроить стадионы и клубы. В прошлом году мы с тремя коллегами-депутатами, так скажем, каждый дал определенную сумму, и нам удалось сделать всего лишь один пандус в одном учреждении. Крыльцо высотой 60 сантиметров, длина пандуса 13 метров. Плюс это нужно сделать бетонную подушку, на которой он будет стоять. Это большая металлическая конструкция, которая стоила больше 300 тысяч рублей. Впрочем, как говорят активисты, выход есть. Инфраструктура для инвалидов может быть улучшена благодаря и бюджетным, и частным вливаниям. Так как законодательство обязывает владельца спортивных объектов создавать доступную среду для инвалидов. Главное – сигнализировать. Константин Клещин, Алексей Баженов, Новости ОТС.